Перед выходом в дом обовязковая дезинфекция. Брызгские паштальоны теперь отправляют с руки каждый раз перед тем, как взяться за руку у выходных дверей. Клопотятся про пожилых клиентов. Вучится жить в новых умов и Лидия Шарко, женщине 70 лет. Кажет, в первую очередь самой нужно про себя поклопотиться. Там мало что не выходит из дома, а все необходимое можно заказать на почте. Те – в территориальном центре социального обслуговывания. Около месяца уже, как президент выступил, старайтесь не выходить. Ну так и стараемся. Позвонил, они по мере возможности быстренько приходят. Если у них есть свободное время, так они тут же принесут. Ну тут же рядышком. Я надеюсь, что так и остальным так. Купить продукты, выписать газету, отправить посылку, або отримать пенсию – все это пожилые люди могут заработать не в ходе шизхаты. Послуга бесплатная. Убрайское отделение пошты номер 20 за таким звертаются каждый день. Заявки, звонки, которые поступают в отделение, у нас регистрируются. И почтальону выдаются ведомости пенсионеров, которые хотят обслужиться на дому. Почтальоны предупреждают или рекомендуют людям пожилого возраста, пенсионерам, минимизировать контакты с людьми или выходы на улицу. Каждый месяц у отделения пошты по хатах разносится каля тысячи пенсий. А лей пословых специалистов могут и больше. До повелешения доставок на дом тут готовы. У сего региона свыше 160 тысяч пожилых, які отримливают пенсии. Основной пик нагрузки в объектах почтовой связи, это когда производится выплата пенсии, выплатной период в Брестской области происходит с 5 по 26 число месяца. И, конечно, когда идет пик оплаты коммунальных платежей. Что касается оказания услуг почтовой связи на дому, это то внимание, которое уделяется обслуживанию пожилых людей. Мы все готовы, работаем. В настоящее время поступают заявки, они пока не многочисленные, потому что, как я сказала, выплатной период у нас начинается с 5 числа. Но почтовые обеспечены средствами индивидуальной защиты. У новых умовах працуются отделения связи. У залах антисептики и памятки, які нагадываются об мерах застароги. Евгения Мороз, Мирея Тройниш, Миколай Ковалев, Телерадиокомпания Брест.